Детское радио представляет Книга времен История Руси Крещение Руси После старого князя трое-то княжат, Будто коршуны над гнездом кружат. Кому киевский престол достанется, Тому некогда о прошлом печалиться. Должен новый князь тот престол держать, Да державу свою по клочкам собирать. Владимир занял киевский престол в 980 году. За первые четыре года своего княжения Он покорил Полоцкое княжество на Западной Двине, Утвердил власть Киева над Вятичами, Разгромил ополчение Радимичей, Силой навязал выгодные Киеву условия мира С волжскими булгарами, Отвоевал у польского короля Главные города племени Дулебов-Волынян. Так под властью киевского князя К 984 году оказалось множество племен, И у каждого свои обычаи, Свои порядки, Свой язык. Пришлось задуматься князю о том, Как удержать их под своей властью. Рассчитывать только на военную силу Было неразумно и опасно. Нужна иная сила, новая, Чтобы разные племена стали одним народом. Одна вера на всех. Владимир пытался объявить Перуна Главным среди славянских богов. Только из этого ничего не получилось. Не молчите гусли, не жалейте струны, Звонче славу пойте, только не Перуну. Летом земле силу дарит бог Ярила, А зимой подмога людям от сварога. Макоши заботой сладится работа, И велится наука, нужна дождь божьим внукам. Отчего же князь готов лишь Перуна славить? Выше всех других богов его идол ставит. Ко двору киевского князя присылали проповедников. Из мусульманской волжской Булгарии, Из иудаистской Хазарии, Из христианских немецких земель. Все они старались убедить Владимира В истинности своей веры. Примером для него была могущественная Византийская империя, В которой христианская церковь Поддерживала власть императора И полностью зависела от него. Мечтой Владимира было породниться С императорской семьей. И судьба послала ему подходящий случай. В 987 году в Константинополе, Столице Византии, Взбунтовалось войско. Чтобы усмирить мятежников, Император обратился за помощью Киевскому князю. Владимир согласился помочь, Но поставил условия. Вплетая жемчуг в волосы густые И валые одежды облачась, Сидит одна, Молчит за часом час, Багринародная принцесса Византии. Помочь империи и бунт остановить, Владимир князь готов такой ценою, Чтобы царевну взять себе женою, Теперь уж ничего не изменить. Тихо, спокойно, ладно, благочинно, А что ж уметь? Ждут корабли чужие, Она взойдет на них принцессой Византии, На берег выйдет русскою княгиней. Я как в полон иду, И значит мой черед назначит цену. Вот она. Отныне пусть князь всех идолов языческих отринет, И свой народ к крещению приведет. Князь Владимир согласился крестить свою страну По византийской традиции. Вскоре русский народ разгромил мятежников в Константинополе, Но император не спешил выполнять свою часть договора. За его сестру, принцессу Анну, Обещанную Владимиру, Сватались и другие европейские правители. Тогда войско князя захватило византийский город Корсунь. Императору пришлось уступить. В 988 году князь Владимир принял крещение И женился на принцессе Анне. А город Корсунь отдал императору как выкуп за невесту. Войдя в воды Днепра, жители Киева приняли крещение. И с этого момента новая религия стала распространяться по всей Руси. В тех краях, где особенно были сильны языческие традиции, Одних княжеских указов оказалось недостаточно. Дружинники киевского князя, Принявшие христианство вместе с Владимиром, Силой оружия насаждали новую веру. Горит Перунов чур, Дождь богов рухнул сам, А там, на берегу, где идолы стояли, Князь повелел построить новый храм. Так в радости теперь или в печали Отныне не на капище к богам, А в церковь, где по греческому ладу Святыням новым поклоняться нам И ликом дивным золотых окладах. Бог правит небом, а князья землей, Всему порядок дан, устав и счет. Оставим чуры старине седой, Един наш Бог, и мы один народ. Книга времен История Руси